Всем привет! Сегодня мы будем делать упражнение 2.6.6. Это упражнение на проверку Single Area OSPF V2. Давайте начнем. Для этого нам нужно подключиться к одному из устройств, например, R1, консольный порт и порт RS-232 на устройстве ПК-1. У нас есть список команд для проверки OSPF V2 сети. И давайте попробуем проделать это по заданию. Открываем PC1, Desktop, командная строка, ой, не туда, терминал. В терминале ничего не меняем, нажимаем ОК. Нас просушивает username. Он у нас указан вот тут в задании. Paste. Имя это branch.admin и пароль branch1234. Давайте еще раз. У меня не сработало с первого раза. Бывает. Paste. Давайте введем пароль вручную, но при вводе символы не отображаются. branch1234. А, у меня неправильный логин, потому что я его скопировала с пробелом. Давайте введем вручную. branch.admin. Готово. Спрашивает пароль. branch1234. Готово. Мы залогинились в R1. Теперь мы можем использовать команду, например, showiproad, чтобы посмотреть, что у нас здесь происходит. И вот у нас наш указан SPF и информация о нем. Дальше. Вам нужно будет посмотреть на вот эти вопросы, посмотреть на вывод и ответить на них. Дальше. Нам нужно ввести команду showipospfneighbor. Вот она показывает соседей по сети и их neighbor ID и так дальше. И так же нужно будет ответить на вот эти вот вопросы. Дальше нужно проверить соединение SPF в operation на R2. Для этого нужно залогиниться в R2. Так же с помощью username branch.admin и пароля branch1234. Консольный кабель. Консольный порт. И порт RH232. Десктоп. Терминал. Окей. Здесь branch.admin. И branch1234. Готово. Что у нас нужно здесь ввести? ShowIProad. И вот так же мы можем видеть весь вывод команды. И вот так же здесь указанная информация, которая поможет вам ответить на вот этот вот вопрос. Так же вы можете ввести вот даже следующее и так дальше. То есть все, что нужно, это вводить команды, которые указаны в задании, и отвечать на вопросы, которые указаны после этих команд. Давайте дальше. Но после проделки этих всех команд вам нужно будет доделать нашу сеть, чтобы она работала. Чтобы это сделать, у нас всего нужно сделать одно действие. Открыть вкладочку Connections и выбрать кабель Cooperstreetthru. Соединяем R4 к порту Gigabit Internet 000 и S3 к Gigabit Internet 01. Соединяем и нажимаем кнопочку Fast Forward Time. Готово. Таким образом, мы получили 100 баллов за выполнение задания. И если нажмем кнопку Check Results, то увидим, что здесь тоже у нас все окей. А думаю, на этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok